Барби и Опенгеймер не покажут в России раньше осени Голливудские компании пресекли схему поставок фильмов в Россию Вот Они заблокировали этот способ Ранее фильмы поставлялись из-за Казахстана, короче Как заблокировали, только я не совсем понимаю, как это можно было заблокировать Как какая-то голливудская компания может в Казахстане, между Казахстаном и Россией, что это заблокировать Учитывая, что это все как бы пиратское там в России сейчас Как они сказали, мы запрещаем вам А казахи такие, ну, ла Тогда мы не дадим этим русским Барби Подождите, а в Казахстане типа, что, в русском дубляже фильмы показывают в кинотеатрах или что? Что за бред вообще? Как Казахстан помогал России в плане каких-то фильмов А, реально на русском языке в кино показывают То есть сейчас в Казахстане идет Барби и Оппенгеймер на русском языке С казахскими субтитрами? Окей, а что мешает какому-нибудь кинотеатру из Казахстана? По секрету Я не знаю, там, через файлообменник Скинуть какому-то там человеку из России Файл С каким-нибудь фильмом Я не говорю именно с этим Ну так, случайно Перекинуть файл по скайпу, например Или флешку отправить там, не знаю Я хз, как просто это работает Фильмы в кинотеатрах в формате DCP Они зашифрованы для конкретных проекторов Ух ты же, ебать Ну тогда надо взять проектор и отправить в Россию Не, ну я понимаю, да Возможно, если они это сделают То тогда уже и в Казахстан фильмы не будут поставляться Только если так Под угрозой того, что и в Казахстане тогда перестанут все это делать Тогда возможно, возможно Да Буду смотреть слитые на украинском языке Кто? Русские? Бля, ну на самом деле Жиза Я с вами, русские Я с вами Я тоже не могу здесь посмотреть Хоть и показывают уже Но, суки, на русском языке не показывают Гандоны, блядь А я ж, чё, блин Такой-то фильм, как Оппенгеймер И идти смотреть на английском Это Это не Это хуйня полная Вот на Барби я схожу Вероятнее всего И то, наверное, уже вряд ли А? Вот Набрать они нет русских кинотеатров? Не Я даже как-то Задумывался о том Чтобы открыть здесь свой кинотеатр на русском языке Потом я Ещё немного подумал И понял, что А кому это нахуй нужно будет? Чё туда? Бабушки будут на Оппенгеймеры ходить? Конечно, блядь, сейчас А, так и вижу, блядь Приходят бабули Дедули на Барби Твою маю Во всём розовом Ммм Нет, тут, конечно, есть молодёжь В последнее время Очень много людей приехало Но кто их знает, этих молодых, блядь? Знаете, люди сюда приезжают и уезжают Сегодня они есть, через полгода их нет Вот Плюс, опять же, молодые чаще знают английский язык И стремятся его учить В том числе и ходить на фильмы На английском языке Они сидят Набрать они, блядь, смотреть фильмы на русском Поэтому тут я хз, насколько это будет выгодно вообще Ну и последнее А где я буду брать фильмы на русском языке? Из Казахстана, что ли, тащить так же? Это ж мне надо будет лицензию покупать Она ебать сколько стоит, наверное И ещё и покупать дубляж где-то Заставлять кого-то озвучивать Ой, пиздец А если здесь пиратку я сделал Меня выявут жёстко, прямо на Брайт Или мне самому озвучивать, что ли? Всем привет, это я И я буду сидеть такой Нажимай кнопку Сейчас будет ядерный взрыв Я Томас Шейл, блядь Не, это хуйня, короче Это слишком сложно Как озвучка 50 оттенков, да Не, ну на такое здесь будут ходить даже бабушки и дедушки Короче Я бы даже сказал, что ли Ну, наверное, это вы уже знаете Это мы обсуждали, то, что призывной возраст С 1 января 24-го года Составит от 18 до 30 лет Ух, это всё-таки мразь Да, лягушка, спасибо Вот Казалось бы Чё это вдруг так Непонятно, да? Как заявили, соответственно В Госдуме Переходной Вот этот период Для повышения верхней границы Не будет в связи с военно-политической обстановкой Конечно же нет Вы чё, ребят Это просто совпадение, не более Так Ещё одна новость Давайте я вот так вот показывать вам буду В Госдуме предложили запретить регистрацию на российских сайтах С помощью иностранной электронной почты В Госдуму внесён законопроект о запрете регистрации на российских сайтах С используя в иностранной электронной почте Такой инициативой выступил депутат Какой-то там Горелка ебаная Вот Новые правила предусматривают только 4 легальных способа регистрации По номеру телефона, через госуслуги Через единую биометрическую систему А также через другие сервисы Владельцами которых и выступают граждане России Или Юридические лица С долей иностранного участия Меньше 50% Законопроект будет рассмотрен во втором течение сегодня Его, кстати, приняли уже, по-моему, если я не ошибаюсь Вроде как Да? Приняли уже? А, ну всё тогда Дальше идём Так, чё это за морда, ребят Призывникам запретят уезжать из России Чтобы негодяи не сбегали Не сбегали за границу В случае вручения повестки Так депутат Госдумы Виктор Соболев Объяснил новые поправки в законопризыве Те люди, которые должны идти служить в СРФ Конечно, им должен быть запрещен въезд из страны Это элементарно В основном граждане нормальные патриоты Но есть же и негодяи И, к сожалению, их вдвое больше, чем нормальных По его словам Во время частичной мобилизации Было призвано 300 тысяч человек А 600 тысяч сбежали из страны от призыва Бля, негодяи жить захотели, а? Вот твари какие, а? Нет, чтоб как все нормально пойти умереть И ведь пошли умерли Ёп твою мать Так, идем дальше Так, это я же только что считал Так, в России закручивали гайки невоенно обязанным Газдума Газдума приняла поправки о запрете выезда из РФ призывников Со дня направления повестки на работу или учебу И с момента ее размещения в реестре Нихуя себе Подожди Приняла поправки о запрете выезда из РФ призывников Со дня направления повестки То есть уже не нужно ее получать, чтобы тебе запретили выезд Как только тебя направили повестку Все, то есть ты уже не можешь выезжать Получил ты ее или нет Похуй Также Госдума приняла поправку Ну это мы только что читали С 18 до 30 лет Также она приняла поправку о штрафах До 30 тысяч рублей за неявку по повестке В военкомат Было 50 кстати Уменьшили до 30 тысяч Ну спасибо Ну спасибо, а было 3 тысячи если что А было если что 3 тысячи Теперь 30 Так Бля ебать это конечно просто жесть Комитет Госдум РФ по обороне Одобрил поправку запрещающую Выезд из страны человеку сразу после того Как повестка на его имя Размещена даже в электронном реестре Блядь Это охуеть Так Че тут еще у нас Так еще какие то новые поправки Законодательная военная инфраструктура вокруг потенциальной Мобилизации в России активно готовится уже полгода Сложно поверить что ряд этих законов принимает Просто так Сначала электронные повестки Затем поправки А тут еще и депутаты госдурки Гоев прогревают У многих мысли что он не объявляет Обмобилизацию Потому что боится выборов чушь Население готово ко всему Он просто аккуратно готовит почту Но я очень хочу ошибаться Это уже Алексей Шевцов себя написал Так Что же по этому поводу думает какой-то депутат Хуй знает кто такой короче говоря А морды знакомые возможности стать для них героями взятия Верхнего Ларса. С одной или с другой стороны. Кстати, Николай Васильевич Коломенец об этом примерно говорил. Коллеги, но понимаете, уже мы не раз здесь обсуждали с вами, что поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, они очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. А мы все продолжаем искать. Кого же нам оттуда убрать? Кого же защитить? Некого будет потом защищать. Уволен. А он не пойдет на войну? Да ты что, конечно нет. Его сыновья, его дети не пойдут никуда. Если они есть, конечно. Конечно, никуда они не пойдут. Ты что, блядь? Они будут обычных пацанов, скажем так, хватать и туда отправлять, соответственно. Так что, блядь, что тут еще? Вот ты что захотел? Ага, сейчас пойдет он. Куда? Тем временем, Польша. Что Польша? Сегодня в восточных областях Польши была замечена колонна бронетейники, направляющаяся в сторону белорусской границы. На, спасибо. А я состроил? Нет. А все из-за того, что, если я не ошибаюсь, ну, это связано с Вагнерами, которые переехали в Беларусь. Которые тоже там у границы с Польшей находятся. Ну, недалеко, по крайней мере. В самой Беларуси имеется в виду. Так, чего-то еще у нас тут есть. Короче, пиздец, ребят. Вот я смотрю на все это говно и задаюсь вопросом. А, ну, это же не все так просто, правильно? Не хочется верить в то, что в самом деле будет какая-то мобилизация частичная или всеобщая. Ну, это же реально пиздец какой-то, млядь. Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения от уголовного наказания. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда пришла к выводу, что в связи с изменением обстановки возможно освободить от наказания ефрейтора Владислава какого-то там осужденного на два года колонии. Ага. Короче, если участвуешь в СВО, то что, ты можешь тем самым избежать наказания какого-то. У тебя сейчас считает, что брать? Ща, подожди. Хм. Так. Че тут еще у нас? О, а теперь тут показывают нам, как будут выглядеть повестки при мобилизации. Новую форму утвердило правительство РФ. В обновленной форме мобилизованных напоминают об указе Путина частичной мобилизации, но из него почему-то пропало слово частичное. Да. Я прошу прощения. Также в повестке угрожают уголовные ответственности и временными мерами за уклонение Свин. Да, я извиняюсь. На основании указа президента Российской Федерации об объявлении мобилизации решения призывной комиссии. Не знаю, может, это нахрюк какой-то. Двач. При себе иметь паспорт, военный билет, настоящую повестку. Так, дальше. Это еще не все, если вы думаете, это все, блядь, нет. Юристам запретят помогать призывникам мобилизованным военкоматов. В Госдуму вынесли поправку, разрешающую подавать жалобы военкомат только родственникам призывника. Юристам будет запрещено оказывать помощь гражданам военкоматах при подаче жалоб. Не знаю, опять же, насколько это все правда. Хех, это пиздец. Вопрос тут как бы в чем? А чего так все быстро происходит? Поправка за поправкой. Буквально, я не знаю, за последние два месяца сколько всего было принято этими поправками касаемо мобилизации, призыва и так далее. Что как бы, блядь, ну реально начинаешь задаваться вопросами. Явно же к чему-то готовиться. Я, конечно, не хочу нагнетать или, да, там что-то пугать кого-то как-то. Но, если просто как минимум включить голову и подумать, то, ну как минимум есть вопросы к этому всему. Что за хуйня вообще? Ну это же реально пиздец, согласитесь? На самом деле, говорить о какой-то явной мобилизации не стоит, наверное, да, там частично или всеобщее. Может быть, им не нужно будет объявлять частичную мобилизацию повторно, ведь официально-то она и не заканчивалась в свое время, там как говорили некоторые, да. То есть были заявления о том, что, ну, она уже закончилась. Но документально это не было подтверждено. Поэтому по сути она может до сих пор еще, скажем так, идти, вот эта вот частичная мобилизация. И тогда, когда будет необходимо, просто скрытно начнут хватать, мобилизировать, мобилизовать, короче говоря, людей. Не объявляя об этом, как бы, да, публично. Просто неожиданно люди начнут получать повестки. Очередные. И все? Может быть, такой вариант. Может быть, опять объявят о частичной мобилизации. Просто для того, чтобы мобилизнуть кого-то, не обязательно об этом заявлять в России. Вот. Они уходят в отпуск, а осенью выборы в госдурку и не будут раздражать граждан. Хотят настрать сейчас по максимуму. А, то есть, ты думаешь, люди забудут о таких поправках, да? Типа, сейчас они людей праздражали, а, ну, к осени, да, люди успокоятся, да, забудут, да, схавают, короче говоря. И пойдут, опять за нас проголосуют. Ну, блядь, я не знаю. Я, я не знаю, типа, очень странная логика. О таком-то забыть. А потом, чё, блядь, мобилизацию выкатить? Ну, это пиздец. Это, я не знаю. В Чечне перестали выдавать за гран-паспорта людям моложе 30 лет без присутствия старших родственников. Таким способом власти хотят убедиться, что цели поездки не противоречат интересам России. Заявила МВД Республики. Ёб твою мать, нахуй, блядь. Просто, блядь. Ой, блядь. Украина наращивает темп контрнаступления после месяцев медленного прогресса. Заявляет СНН. Всем привет с наступающим Новым Годом. Надеюсь, он наступит в Африке. Давай, до свидания. Так вот. После месяца медленного прогресса сразу два американских чиновника сообщили, что Украина перебросила дополнительные силы на его восток, на юго-восток, точнее, страны. Что является признаком того, что вы обнаружили потенциально слабые места. Но! Есть кое-что еще. Мне схинули в предложку, конечно же. Какой-то топаз. Вы, наверное, слышали о нем? Я что-то слышал такое, но я не помню, кто это. Какой-то зетник. Какой-то, короче, зетник. Пишет у себя. А вот наша сторона всерьез готовится этой, если что, ну, российская сторона. Каждый день, получая из фронта вести являющиеся признаками грядущего ширкомасштабного наступления наших. То есть и Россия готовится к контрнаступлению, судя по всему, да? Если это нацист из ДШРГ, русич. Понятно. Оказывается, и Россия походу готовит тоже контрнаступ. Читаю дальше. Радует тот факт, что наша страна не пошла по пути позорных анонсов и понтов, как это сделала украинская страна. Да и бойцам не обещают никаких блицкригов. Этот факт радует, потому что даже грамотное наступление будет очень и очень тяжелым. А игры в блицкриге и гениальные планы сделали бы его просто мясным и обреченным на провал. У нас отличная оборона и противник ничего не может с ней сделать. У противника оборона ничуть не хуже. Но наша страна будет делать ставку на господство в воздухе и максимальное расширение фронта, используя самые неудобные для врага направления для начала наступания. Короче, блядь, бла-бла-бла, контрнаступ, короче говоря, с российской стороны. А когда он будет? Судя по всему, наступление будет широкомасштабным и будет длиться зимний период включительно. Уже сейчас бойцам проводят инструктажи связанные с национальной безопасностью, запрещают выкладывать в медиаматериалы с поражением техники противника на отдельных участках фронта. Кроме того, массово продолжается процесс по упразднению практически всех подразделений. Так. Потом, что еще? Не стоит забывать и о грядущей мобилизации, которая 100% будет очень скоро. Ну, я не знаю, доверять словам какого-то зетника это такое, знаете, да? Но тем не менее, тем не менее, да? Говорят, он контрнаступление и при этом мы видим кучу поправок для мобилизации. Так что, кто его знает, бля? Звучит, правдоподобно. Все возможно, ребят, хуй его знает. Так что, даже не знаю, что в этом году, ребят, будет. Осень, зима. Ну, зимой будет тяжело, потому что это зима. Холодно, вся херня. Осень. Середина, конец осени, это тоже уже такое. Дожди, вся херня. наступать будет непросто. Сейчас, летом, лето уже заканчивается, ну как, не прям, но месяц остался. Ой, какой месяц. Ну да, месяц остался. Поэтому, бля, хуй знает, короче говоря. Поэтому тут я даже не знаю. Ошибся немного в названии страны, но там прям страна как запрета. Ихули ты скипаешь, и я, бля, новости пишу, и это название страны. Ну потому что я новости читаю, ты не слышишь, блядь, что ли? Нахуй ты донатишь тогда, когда я это делаю, перебивая меня. Видел себя вне Моргенштера? Не, не видел. А че, вы меня там запустили? А шо я сделал такого? Я же вообще ничего не делал. Или они сейчас очнулись, решили про накрутку рассказать? О чем там вообще новость? Пригожин засветился на саммите Россия-Африка в Петербурге, блядь, представляете? Блядовольный. Убил 15 русских летчиков в Москве, в Петербурге гуляет. Довольно, блядь. Я не знаю, ребята, это пиздец. Это просто пиздец. Население Японии сокращается 13-й год подряд. Отмечается, что впервые население сократилось во всех 47 префектурах Японии. В 22-м году японцев стало меньше на 800 тысяч человек. Основными причинами сокращения населения называется низкая рождаемость и старение населения. В то же время количество иностранных граждан растет и составляет рекорды. Да ёб твою мать, нахуй, блядь, чё я за... свинья ебучая. 3 миллиона человек. Большинство нерезидентов базируются в Токио и уже составляют 4,2% жителей города. Это на самом деле стрёмная штука. Вы представляете? За год стал меньше на 800 тысяч японцев. Всего лишь за один год. Что будет с японцами через 100 лет? Если вот такая тенденция сохранится? Япония ебить с ПЖ. Не хотят они это, понимаешь? Не хотят они семья заводить, детей. Активно размножаются другие. Молодцы. Ну как это молодцы? Видите, к чему это приводит? Какое там население в Японии в принципе, в целом, если говорить о японцах? Сколько их там? Потому что минус 800 тысяч за год это как-то прям нереально звучит. Это слишком дохуя. 125 миллионов. Именно японцев коренных. нет. Ну а я-то спрашиваю про японцев. Ой, бля, корешеные, новости не самые приятные. Ну да. В Госдуме считают В Госдуме считают вполне вероятным сценарий новой мировой войны. Об этом заявил депутат Евгений Федоров. Войны, к сожалению, обычно... Войны, к сожалению, обычный способ жизни человечества на планете Земля. Конкуренция приводит к конфликтам, а война, продолжение предыдущей политики военными методами. Война, вполне объективная невозможная вещь, сказал Федоров. Он ответил, что России и миру предстоит сделать выбор. Вернуться к международному праву 45-го года, либо при помощи глобальной войны создать новое. Окей. Я тебя услышал. Я тебя услышал. Так. Тем временем, в Z-пабликах начали распространять какой-то пропагандистский видос. и рассказывать, что его якобы в Германии сняли какие-то правые. Германия, 2023. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Так Субтитры делал DimaTorzok 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 Отстаньте от меня Я вне политики Африки, все? Спасибо Я не разбираюсь Я не шарю и вообще я геймер Я гей Вот Страна так называет, что такого? Ну вообще она называется не так Как некоторые, блять, думают Или пишут Правильно говорить Найджер Я сейчас даже, вот смотри Я в гугл переводчик зайду Я сейчас даже зайду в гугл переводчик Вот смотри Вот смотри Найджер Видишь? Найджер Найджер Вот как называется страна А вы, блять А чё, асу? Это название страны Название страны Ой, республики там, короче Ну вы поняли А на русском Похуй Не важно, что там на русском Тебя ебёт Хорошо, смотри как на русском Ладно, готов Найджер Найджер Пожалуйста Во Видишь Одно и то же всё Это страна А ты, блять Тут сидит он Ну а скажи название Когда вам сейчас, блять Название тебе сказать Кого тут разводишь? В бан меня хочешь закинуть, да Сука? Не дождёшься Ня-а Ня-а Суд в Лондоне Оправдал актёра Кевина Спейси По всем пунктам Обвинения в сексуальных Домогательствах Охуеть Представляете Столько лет Мурыжили его по этому поводу Чел проебал Карьеру Из-за этого Кучу денег А в итоге оправдали Вопрос А что теперь ему делать? Как быть-то, блять? Чё дальше-то теперь? Непонятно Непонятно вообще 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 Непонятно Так Закредитованность Населения России Увеличивается рекордными темпами В июне 23-го Чистое превращение Кредитования Физлиц Превысили 600 миллиардов рублей Абсолютный рекорд Причём в фазе Расширения Все типы кредитования Охуеть, конечно Совокупное обязательство Населения Составляет 30 триллионов рублей Ебануться, конечно Ребят, вы чё там Кредитов понабрали-то, блять Ебанулись совсем, что ли? М-м-м Человек МВД России Отмечает, что число Желающих получить Гражданство РФ Иностранцев сокращается По данным статистики За январь и июнь Свыше 205 тысяч Иностранцев Получили Российское гражданство Или На 382 тысячи Меньше, чем За этот период 22-го года Я ебал Я ебал, конечно На вывод На вывод с карты Тысяча рублей В месяц В месяц Не получится Вывести деньги Из кошелька Через СБП Не получится Снимать наличные С Киви-карт Даже в офисах Киви и партнёров Не получится Сделать перевод Из Киви Кошелька Через Контакт Не получится Погасить кредит Любого банка Кроме займов МФО МФО Ничего не получится Короче, Киви По сути Превратилась В тыкву Нахуй Просто В один день Вот так вот Бац И всё Было Киви Теперь нет Киви Теперь это Овощ Бойся От которого По сути Нет пользы Почти Почти Нет пользы Так-то, конечно Ты можешь дальше Продолжать там Покупать что-то Например, подписку Платную на Твиче Вроде как Опять же Говорят ещё Что это вроде как Временно Ну Знаем мы эти Временно, блядь Они могут длиться Бесконечно Те 39% Это дети Которых украли С Украины Мариуполь Понимаешь Даже если это были бы Не дети А люди Которые По своему желанию Реально Решили получить Гражданство В России Тебе не кажется Что 39 тысяч Украинцев Как-то Маловато будет Учитывая Что пришли-то Они спасать Под предлогом Как ким Каким Миллионы там Страдали, да Миллионы Ждали их 39 тысяч Блядь Это же вообще Пиздец Чел Что это нахуй Из Таджикистана Блядь Людей В три раза больше Все Последнее Видео 1997 года Украина Хочет Жить нормально С Европой Так же Как и нормально С Россией А Я знаю Тут недавно В одной из академий Американских Проводились Учения Блядь Труха И там Гипотетически 2000 Какой-то 25 год Разрабатывается Ситуация Что Россия Америка Воюет С двумя Государствами Китаем И Россией И причиной Войны Как раз то Что Украина Начала войну С Россией На стороне НАТО 1997 год Поняли Да Ебать Шо Блядь Вообще Еще раз Нахуй Дайте Учения Штабные А Я знаю Тут недавно В одной из академий Американских Проводились Учения Штабные И там Гипотетически 2000 Какой-то 25 год Разрабатывается Ситуация Что Россия Америка Воюет С двумя Государствами Китаем И Россией И причиной Войны Как раз то Что Украина Начала войну С Россией На стороне НАТО Так считают В России Тоже Как и в Америке Что Россия Может начать Воевать С Украиной Если Украина В НАТО А России Нет Ебать Нашли Нахрюк Ну Слушайте Неплохой Нахрюк Так Пиздец Сейчас Уже Скоро 24 Год А там 25 Бля Видите Уже В 97 Году Готовились Ко всей Этой Херни Год Год